Всем привет-привет! Всем отличной, новой, замечательной недели. Надеюсь, у вас все хорошо. Сегодня мы с вами будем смотреть расклад, немножечко такой грустненький, что ли, не знаю. Ну, либо мне так показалось. Называется он «Гнетущее одиночество». Мы будем смотреть, откуда оно, для чего. Иногда у людей появляется такое чувство, это не обязательно, что вы все время живете, да, и в этом ощущение. Одиночество – это чисто внутреннее такое понятие. То есть мы можем находиться в отношениях, но чувствовать одиночество, можем быть в семье, но чувствовать одиночество. Это чисто субъективное такое восприятие, и оно не имеет никакого отношения к нашему окружению. То есть окружают ли нас люди или нет, взаимодействуем ли мы с людьми или нет. Это вот внутреннее такое ощущение. Сегодня мы с вами его будем рассматривать. Выбирайте позиции. Мы с вами сразу приступаем. Итак, позиция номер один. Голубенький камешек. Давайте посмотрим, как поражается ваше одиночество. Потом посмотрим, откуда оно и для чего. Итак, как выражается, либо в чем выражается одиночество для вас? Ох, в семье. В семье, в семье. Одиночество в семье. Либо, здесь знаете как, либо такое чувство, что я не удовлетворена той семьей, которую имею на данный момент. В каком контексте? Не то, что люди плохие, а то, что внутри нет вот этого вот ощущения того, что у меня есть семья. Что я являюсь частью чего-то такого большего. То есть даже если у вас, ну вы прожимаете, да, в семье у вас есть своя собственная семья, да, либо родительская семья. Здесь не имеет значения. Здесь именно понятие семьи, что вы не ощущаете себя, знаете, вот в какой-то степени семейным, что ли, человеком. Желание есть, а вот, как бы то сказать, это чувство, да, что вы действительно находитесь в семье, нету. То есть возможно у вас есть дети, не знаю, браки были. Но вот чувство именно той семьи. А какую семью вы хотите? Потому что здесь, понимаете, наличие семьи может быть. А если нет, то здесь как раз вот одиночество от того, что у меня нет семьи. У меня нет тех людей, близких и родных именно по духу. А если у вас есть семья, то опять-таки она как будто бы не соответствует вашему представлению семьи. Как вы видите свою семью, то есть которую хотели бы? Это люди, которые, шестерка мечей и двойка кубков, это люди, которые стремятся, которые двигаются именно к взаимности. Есть взаимовыручка, взаимопонимание, взаимоуважение, любовь, близость, где есть вот именно единение. Когда люди стремятся именно к этому единению. Не просто они формально находятся в семье, проживают под одной крышей. А именно вот это вот желание близости, что ли, когда один стоит за другого. Когда нету ощущения того, что мы разные. Когда есть вот это вот чувство, что мы одно, единое, целое. И причем это не как постоянная какая-то константа. А по шестерке мечей, я бы сказала, это желание людей двигаться к этому. Безусловно, здесь ощущается такое чувство, когда люди имеют, возможно, какие-то общие ценности. И они движутся в одном направлении. То есть здесь очень важен фактор взаимности и движения. То есть это не должно быть как-то вот на постоянной основе, что мы это все ощущаем. А именно вот это вот понимание, что мы идем, по крайней мере, к этому. Мы движемся в этом направлении. Либо вместе с человеком, с партнером, с людьми, которых я считаю близким себе по духу. Именно родными, близкими. Мы с ними движемся в одном направлении. Вот у вас такое желание семьи. Хорошо. Давайте посмотрим, откуда вот это вот чувство одиночества у вас возникает. Знаете, здесь еще как бывает. Оно у вас не постоянное. Оно здесь как будто бы идет наплывом. Иногда как некое такое сожаление о том, что этой семьи как будто бы не состоялось. Не состоялось так, как вы хотели бы. Здесь ключевое именно так, как я хочу. То есть вот как будто бы реальность, она не соотносится с теми ожиданиями той идеальной картинки, которая есть у вас в голове. И иногда так нахлынивает. Но из-за того, что вот вы человек, занятый своей жизнью, ну то есть есть у вас чем заняться, вы вспоминаете, возможно, о семье. Либо когда, как-то вот я не знаю, может быть идете по улице и видите вот что-то, с чем у вас ассоциируется семья. Либо, возможно, это на какие-то праздники у вас всплывает вот это вот чувство неудовлетворенности, нету наполненности от семьи. То есть нету вот этого вот чувства, знаете, как дерево, да, которое пускает корни. То есть нету ощущения того, что корни пущены, что есть в ней такой фундамент, да, вот именно вот этого единения, совместности. Нету такого, и оно бывает именно вот в те моменты, когда я описала. То есть здесь не на постоянной основе у вас есть какое-то сожаление. Как-то наплывем, и когда есть вот такое время, что ли, о чем-то подумать, о чем-то размышлять. То есть, либо когда ассоциативно вы видите что-то, что имеет отношение к семье, и оно вам как-то как маячок напоминает. Так, откуда? Откуда у вас это чувство одиночества, двойка пендакли? Оно связано, как будто вы знаете, с неким таким выбором. Не знаю, может быть, вы себе говорите о том, что я не выбрала то, что нужно было для семьи. То есть здесь имеет какое-то отношение именно к выбору. То есть, возможно, стоял вопрос, там, я не знаю, карьеры и семьи. Возможно, стоял вопрос, там, я не знаю, семьи, какого-нибудь переезда. То есть было два фактора. На одной чаше была семья. Или, возможно, здесь, знаете, человека, которого вы выбирали для семьи, он изначально не подходил на эту роль. Ну, то есть, возможно, он подходил, там, на роль любимого человека, на роль, там, я не знаю, партнера, может быть, друга. Но никак не на человека, с которым можно разделить свою жизнь, ну, чтобы вы смотрели в одном направлении, так, как вы хотели. И здесь такое чувство, что, возможно, вы как-то не подумали на перспективу, потому что здесь присутствует выбор, и он имеет отношение к дальнейшей перспективе. То есть, может быть, кто-то из вас даже и не решился создать эту семью, потому что, ну, посчитал, что, ну, мне не нужно, да. То есть, были, возможно, на тот период, когда была такая возможность, вы ставили другие приоритеты, да, во главу угла, хочется сказать, да, вашего фундамента. И здесь вот причина, она связана с тем, что не выбрали. Либо выбрали не то, либо не выбрали именно семью. Но у меня такое чувство, что и раньше, когда вы совершали выбор по созданию семьи, безусловно, вы были другим человеком, у вас были другие понятия и другой опыт жизненный. И на основе того опыта вы выбрали то самое наилучшее, что вы считали для себя подходящее на тот этап. А вот сейчас, как будто вы знаете, как человек, который уже набравшийся опыта, возрослел, это как, знаете, по молодости выбираешь что-то такое очень яркое, страстное, красивое, да. А когда проходят уже, я не знаю, какие-то года, и ты набираешься опыта, и ты уже меньше обращаешь внимания на внешность, на то, что говорит человек, а больше уже смотришь на его нутро, смотришь на его действия. Вот здесь об этом, здесь с одной стороны, знаете, как будто бы и сожаление о том, что выбрала не то. Ну, вот сейчас, если бы была такая возможность, да, я бы создала семью по-другому, не знаю, может быть, даже имевшуюся, та, которая имеется у вас, возможно, я не знаю, как-то воспитание детей, да, занимались бы как-то по-другому, времени больше бы вкладывали. То есть вот здесь что-то бы по-другому сделали, но одиночество, оно возникает здесь с тем, что либо они могли как-то найти баланс, надо было совмещать две вещи, знаете, как и семью, и работу, да, там, не знаю, воспитание детей и свое какое-то хобби. То есть это имело отношение как-то вот именно с вашим развитием. У меня такое чувство, что вот вы как будто бы больше выбрали на тот период себя в некоторой степени, да, свое развитие, то, что вам нравилось, нежели сделали акцент больше на семью. И поэтому вот выбрали то, что выбрали, хочется сказать так. То есть здесь отношение, откуда идет одиночество, оно идет непосредственно из вашего выбора. Давайте уточним все же, что вы тут выбирали. Ну, выбирали, как будто бы, знаете, с одной стороны здесь король огня, выбирали, возможно, развитие, выбирали, возможно, страсть, жизнь, огонь, а с другой стороны надо было вот именно выбрать семью, то есть как-то вот вкладываться в семью. Не было у вас на тот период желания вкладываться вот именно на 100% в семью. Сейчас, да, сейчас вы готовы. Даже если, не знаю, опять же, здесь ощущается то, что вот если бы я отмотала, да, время назад, ну, я не знаю, я знаю, что многим из вас там 50, 60, 70, вот если бы назад отмотать, да, то, возможно, бы сделала как-то по-другому. Я бы выбрала, возможно, семью, да, а не тот путь, который был изначально. Но это вот просто, это мысли, да, и они не имеют под собой никакую основу. Почему? Потому что вот именно благодаря тому пути, которому вы прошли здесь по тройке жезлов развития, вы и стали тем человеком, кем вы стали сейчас. Вы стали понимать и ценить жизнь намного больше и по-другому. И именно из-за того, что вы не получили, да, вот именно вот этой семьи, вы ее настолько цените, что если, например, в тот период, когда был выбор, да, если бы вы ее выбрали, вы бы также были неудовлетворены через какой-то период времени тем, что отдали силу, например, семье, а не тому развитию, именно развитию вашей личности, индивидуальное здесь какое-то развитие, то, что тот свой путь, который вы выбрали. Так, а для чего вам дано вот это вот одиночество, да, в чем его задача сейчас на данный момент? Знаете, у меня такое чувство, что это одиночество вам как будто бы на благо, потому что семерка педакли и рыцарь педакли, они говорят о том, что как будто бы вам дается время, когда вы ощущаете вот это вот одиночество, чтобы вы немножко как-то отдохнули и подумали о своей жизни на перспективу. То есть время не кончилось, да, вот, надо вот как будто бы подумать, подумать о своей жизни в целом и поставить новые цели. Новые цели на короля, на короля мечей, то есть уже как будто бы, знаете, делать выбор, вот именно выбирая с умом, да, не на чувствах, как это было когда-то, а выбирать с холодным разумом. И здесь вот как раз вот это вот время, которое дается на подумать, оно должно вам указать еще о том, что, ну, во-первых, время не утрачено, да, то есть вы, безусловно, детей, может, вы не будете иметь, да, если вам 60 лет и старше, вот, но создать именно семью, именно партнерство, именно вот это вот единение с человеком, с которым вы можете двигаться в одном направлении, здесь да, здесь вопрос заключается в том, что вам это нужно выбрать. Почему здесь возникает вопрос, вы не хотите это выбирать? Ну, здесь такое чувство по аркану вселенной, что уже все завершено, знаете, как будто бы, не то что сожаление и грусть, а о том, что, ну, каждому этапу есть, нужно радоваться, да, вот то, что приходит, то и приходит. Вот, и сейчас как будто бы не период для семьи, как, знаете, ну, вот такое чувство, что как будто бы семью создают как-то по молодости, ну, может быть, там, я не знаю, где-то до 40 лет, вот, а чуть старше уже как будто бы, ну, нету смысла, уже здесь такое ощущение, вы здесь правильно услышите меня, вы не отказываетесь от человека, да, но вот именно понимание семьи так, как вы ее видите, да, когда вот именно рождаются дети, как вы их воспитываете вместе со своим партнером, он, я не знаю, куда-то ездите вместе, он вкладывается так же, как и вы, вот этого уже не будет. Почему? Потому что, ну, еще раз скажу, здесь как будто бы такое чувство, что время, время ушло, не потому что здесь биологически какой-то такой возраст, а вот как будто, ну, это уже и не надо, да, то есть, как здесь какие-то другие ценности, другие приоритеты появляются, да, то есть, возможно, как-то, опять же таки, знаете, интересный такой момент дуальный, с одной стороны, как-то ностальгирую, что, а вдруг, а вдруг есть еще возможность, да, допустим, создать эту семью, а потом как-то успокаиваешься и думаешь, что, ну, да ладно, в принципе, мне и так хорошо, нужна ли мне сейчас семья, то есть, есть ли у меня столько сил, чтобы вот вкладываться, создавать, делать, надо ли мне это? То есть, здесь вот возникают потом еще вот такие вот вопросы, потому что Аркан Вселенной, да, в данном случае, как аналогия Аркана Мира, завершение, завершение процесса, что вот цикл, цикл, этап пройден, и, ну, всему свое время, да, здесь вот об этом, то есть, ну, сейчас уже как будто бы не время, не время создавать семью, а для чего время? Аркан стойкости, знаете, здесь как будто бы время заниматься собой, время как-то углубляться в себя, опознавать свои какие-то страхи, то, что есть, то, что есть ваша душа, да, здесь опять же-таки, если мы говорим про взаимоотношения, если вы хотите иметь человека в своей жизни, то рыцарь кубка говорит о том, что с этим человеком, ну, вот не обязательно совместное проживание, да, вот в контексте понимания семьи традиционной, здесь как будто бы человек нужен больше для каких-то душевных бесед, даже, понимаете, здесь не для плоти, для плотских каких-то у тех, да, что вот прям приподнятое такое либидо, и там хочется страсти, секса и так далее, а именно вот какой-то душевности вам здесь не хватает, кубковости, именно понимания, знаете, каких-то теплых разговоров, и могу предположить, что вот, возможно, ваша жизнь, она и была такая достаточно бурная, да, то есть был в вашей жизни огонек, и вы им как будто бы насытились, ну, то есть вот эта вот потребность, она у вас покрыта, а сейчас хочется вот именно что-то такого родного, да, что-то близкого, что-то вот именно для души. Сейчас время для этого, то есть даже если вы не будете выбирать партнеров, а будете выбирать вообще друзей, то здесь принцип сменился, да, то есть вы уже выбираете то, что близко будет вам, то, что близко будет вашей душе. Ну, а в принципе период сейчас именно вот такой пиковый познание, познание именно себя, углубление в себя, да, вот такой этап, знаете, когда человек набирается мудрости, да, он уже по-другому на все смотрит, он уже, у него приоритеты другие, видение сменяется другое, здесь вот больше акцент идет на себя, на то, что проживаю я. Вот такая вот у меня была первая позиция. Пишите свои комментарии, я благодарю за то, что вы пишете, активничаете. Я вижу, каждый раз вижу, вот прям последний период у меня такой идет, я уже не знаю, наверное, месяца три, я вижу новые ники все время в комментариях, меня это очень радует. Ну, то есть помимо тех людей, которые пишут комментарии на постоянной основе, да, вижу вот какие-то новые имена, и меня это очень радует. Так, позиция номер два. Двоечки. Ваше одиночество. Откуда оно и для чего? Знаете, вот я не чувствую, чтобы у двоек было одиночество. Я чувствую здесь какое-то новое рождение, какого-то нового этапа в вашей жизни, очень интересного, и вы сейчас как будто бы полностью включены. То есть если раньше, например, двойки были люди, которые вот прям необходимо, было для них иметь в жизни партнера, да, вот этого чувства любви, то сейчас что-то новое вошло в вашу жизнь, и вот вы чем-то стали увлекаться интересным таким. Что-то новое здесь каждый из вас раскрыл для себя, и вот как будто бы на второе место ушла тема отношений. Не потому что вы ее, знаете, как страус избегаете, да, закапываете голову в землю, нет, а потому что что-то новое родилось в вашей жизни сейчас, и оно вот занимает все ваше внимание, вам интересно. Поэтому сказать, что здесь у людей есть какое-то чувство одиночества, нет, здесь наоборот есть какая-то весна в душе, да, весна в душе. Вот мне идут какие-то такие оранжевые, желтые, желтые, оранжевые, вот красные какие-то цвета, и их смешание между собой. Обычно такие, знаете, у меня идут на осень, а это вот почему-то у меня идет сейчас, как на весну, что-то новое такое у вас рождается. Ладно, если у вас чувство одиночества, ну, коль смотрите расклад, верховная жрица, вот я говорю, здесь нету как будто бы чувства одиночества, а есть какие-то знания, знания, которые вы получаете, и вам, причем вы получаете из-за знания в одиночку. Я имею в виду вот как-то что-то самостоятельно, как будто бы изучаете и погружаетесь, погружаетесь в себя, может быть, где-то что-то прочитали, может быть, какая-то идея была. У меня вот сейчас как будто бы какой-то этап, знаете, вот прислушиваться к себе, прислушиваться к себе, идут какие-то изменения внутри вас, возможно, в теле идут изменения. Вот здесь как будто бы человек сидит и вот прислушивается к себе, и его это как-то завораживает. Вот бывает так иногда, знаете, когда нужно создать тишину и задержать дыхание, чтобы вас не увидели, что ли, чтобы быть незаметным. И вот человек как замирает, и вот когда идет это замирание, останавливается и дыхание, да, то есть ты даже не дышишь, чтобы не спугнуть. Вот здесь может быть что-то такое, знаете, как мы иногда говорим, не хочу спугнуть свое счастье, не хочу спугнуть какую-то свою удачу. Вот здесь об этом идет речь. Здесь нету чувства одиночества. Здесь если и присутствует по Верховной Жрице отсутствие того человека, да, с кем вы могли бы разделить свою жизнь, но здесь вот как-то все равно удовлетворение идет от себя. То есть здесь человек получает удовольствие, здесь нету грусти, здесь нету сожаления, какой-то тоски. Здесь есть что-то такое, что замирает аж дух в ожидании. Да, двойка мечей говорит о том, что здесь человек сфокусирован как-то на свой внутренний мир. Здесь в вашей жизни, да, наступает такой этап, когда идут какие-то новые вызовы, и вот вы с ними должны как-то столкнуться, либо сталкиваетесь на своем пути. здесь что-то новое. Что же такое новое-то здесь у вас? Аркан повешенный. Здесь как, знаете, вот тайные как будто бы знания идут. Почему они тайные? Потому что они, вы с ними, вы, да, вы с ними не делитесь как будто бы с людьми, вы ими не делитесь с людьми. Вот вы как будто бы какие-то переживания держите внутри себя, и они как-то меняют вас, меняют ваше внутреннее состояние. И у вас все больше появляется вот это вот чувство по шестерке жезлов, да, что я победитель, но здесь, знаете, такое ощущение, что вот хочется кричать, но рот не открывается. Вот вы в душе кричите, вы в душе ликуете, кричите с позитивной точки зрения, да, о благих каких-то новостях, что вот у меня получилось. Я даже, не знаю, я даже боюсь как будто бы себе в этом признаться. И поэтому здесь вот что-то такое тайное, что-то внутреннее, оно это вот прям вас переполняет, но вы даже внутри себя, если есть ваш внутренний голос, он не громкий, а он такой тихий. Чтобы, знаете, вот как не спугнуть, не спугнуть, вот мне идет, знаете, не спугнуть птицу, как на охоте, когда целишься, для того, чтобы, там, я не знаю, выстрелить в какое-то животное, вот тут замираешь дух, да, и не дышишь, и вот чтобы не спугнуть, вот здесь такое, и вы даже себе внутри не позволяете как-то радоваться, если появляется вот это вот накатывает волна радости, что все хорошо, все идет хорошо, вы себя как будто бы осаждаете, говорите, молчи, на, чтобы не сглазить, то есть не нужно. Что-то здесь действительно идут какие-то новые перемены, новые вызовы идут на вашем пути. Что же вы тут изучаете такое? Наркан мага. Вы себя как будто бы изучаете? Угу, а то и к сосуду выпало. Какое-то новое пространство, новое пространство, здесь идут вызовы. Я не могу понять, но вот как-то это связано, вот эти вот вызовы, они связаны не с внешними факторами, они связаны с вашими внутренними. То есть вы получили здесь какую-то информацию, это какие-то знания, что-то здесь со знанием идет, тусмичей, либо принятие какого-то решения, либо что-то вскрыли, либо что-то узнали. Да, и вот вы на этот путь, на который вышли, да, он для вас абсолютно новый, и вы идете, вот так, знаете, как-то с оглядкой. Идете по тропинке по лесу и оглядываетесь, чтобы, вот я не знаю, не нашуметь, чтобы не привлечь к себе внимание, чтобы не вышел какой-то дикий зверь, и не напал на вас. И вот вы идете, но вы не идете без страха, здесь нету страха. А здесь есть какая-то радость в контексте того, что вот я пройду сейчас эту тропинку, и вот в точке Б я получу то, что мне надо, да, и вот предвкушение того, что вы получите в точке Б, оно как будто бы, ну вот, переполняет вас эмоциями, и вы боитесь своих собственных вот этих позитивных эмоций, потому что они настолько внутри вас оглушительные, что вам кажется, что во внешнем мире вы создаете какой-то шум, то есть это настолько вот вас переполняет, что же здесь такое-то? Ну, то, к чему вы прилагали долгое время усилия, то, что вы ждали долгое время, это может быть связано с королем педаклей, то есть это либо человек такой в вашей жизни, и у вас все как будто, вы знаете, налаживается, складывается хорошо, либо это может, помимо личной жизни, это может касаться и профессиональной жизни, то есть появился какой-то партнер, человек, который поможет вам реализовать вот какие-то, не знаю, ваши идеи, что ли, либо вы увидели какую-то перспективу на будущее, что она, вот эта перспектива, она как будто бы стала реальностью, она как будто бы стала, вот вам кажется, что все происходит само собой, что вот даже здесь присутствует некое такое чувство чудо, что ли, как это со мной случается, как меняется здесь, понимаете, меняется фундаментально ваша жизнь, но она не меняется через разрушение, она идет как-то, знаете, через преображение, как украшение, что ли, там, я не знаю, например, маленькая девочка, да, если у нее длинные волосы, вот радость любой мамы, да, там завязывать косички, бантики, всякие резиночки, вот как будто бы украшаете голову этой девочки, либо если это дом, то, я не знаю, какие-то занавески, вот прям рюшечки, вот что-то такое, то есть человек как-то украшает, то есть преображает, здесь не идет никакой разрушительной энергии, здесь наоборот, все идет, хочется сказать, да, благодным жаргоном, помази, но, либо намази, то есть вот как-то вот все так идеально, что вы, знаете, это не страх, но вы так говорите, да, я не знаю, может быть кто-то там плюет через плечо, там по деревянному стулу стучит, чтобы не сглазить, чтобы все вот было хорошо, вы даже это в голос не можете сказать, а как-то вот изнутри себя, потому что вот боитесь спугнуть, вот здесь какая-то удача идет, но вот эти вот новые вызовы, они вам во благо, ну, в принципе, здесь следующий вопрос должен звучать таким образом, что для чего вам дано одиночество, одиночество, а я, наверное, спрошу, для чего вам дан этот период, потому что, как я уже сказала, одиночества здесь нет, для чего вам дан этот период, в который вы проживаете, король кубков, для любви, для любви, для наслаждения, для удовольствия, вот шестерка сосудов тоже говорит о том, что, знаете, вот человек, погрузившись как-то свое бессознательное, он как будто бы получает вот какое-то озарение, какой-то инсайт, и вот он находится вот в этом наполненном состоянии, то есть здесь вот тайны знания тоже может быть, знаете, как, я не знаю, какое-то вот блаженство, что ли, как в медитациях, вот находитесь в каком-то таком состоянии, когда вас переполняют эмоции, любви, здесь вот именно наполненность, и это связано с тем, что вот как-то, не знаю, много света, много света в вашей жизни, внутри, в вашей душе, и этот этап, он дан для того, чтобы вы наполнились, для того, чтобы, я не знаю, насладились этим моментом, здесь как будто бы что-то в темных каких-то закоулках вашего бессознательного, знаете, как какой-то сценарий, как будто бы проработан, то есть вы, возможно, не знаю, держали на кого-то обиды, либо было какое-то сожаление, грусть, критика по отношению к самому себе, разочарование, боль, какие-то испытания, и вдруг как-то это неожиданно, знаете, это ушло, то есть это может быть, как, я не знаю, как это в медицинском термине, это называется, ремиссия, когда человек болеет, болеет, и вот у него все тело устает уже от этих болей, от того, что с ним происходит, от того, что он принимает много лекарств, и так далее, а потом наступает какой-то вот такой момент озарения, когда вот все неожиданно становится светлым, когда нет уже боли, когда нету каких-то, я не знаю, переживаний, когда человек ощущает то, что он как-то высвободился от каких-то своих собственных оков, то есть он куда-то очень глубоко погрузился, и туда прошел этот свет, и этот свет он как-то исцелил, вот здесь идет как будто бы какое-то ваше исцеление, и вот от этого вам настолько легко, от этого вам настолько хорошо, у меня почему-то здесь идет такая, знаете, картинка, когда бывает у людей предсмертное состояние, когда они находятся в каком-то там беспамятстве, заповедении, и вот прямо перед смертью они приходят в сознание, для того, чтобы, я не знаю, как-то попрощаться с теми близкими, родными, которые для них важны и цены, то есть прежде чем они перейдут уже в другой план, то есть дается как будто бы такой вот период, этап, когда они приходят в себя, и они все помнят, они все осознают, я не говорю о том, что вот этого случится с вами, я имею в виду, вот чтобы вы понимали, о каком этапе я говорю, то есть здесь идет какой-то вот просвет вашей жизни, когда вот я четко, ясно все понимаю, и, я не знаю, как что-то здесь высвободилось, это не то, что вот я вот сижу, читаю книжки, да, там что-то понял, и теперь знаю, как делать, нет, это что-то такое сакральное, знаете, как, я не знаю, бывает иногда дежаву в твоей жизни, и это прямо, аж тебя завораживает, и думаю, боже мой, что это такое, то есть здесь не просто такое понимание, когда вот волны, да, идут энергетически ровные, здесь как что-то такое, как вспышка, что-то такое шокирующее, и потом вот именно дух завораживает, и ты стоишь с открытым ртом, глазами хлопаешь, и не можешь ничего сказать, и одновременно вот столько счастья, столько радости в твоей душе, столько свет, вот здесь какой-то такой этап идет в вашей жизни, и он вам дан для того, чтобы вот как раз-таки произошло вот это вот исцеление, произошло вот это очищение, наполненность, для чего вам это нужно? Королева кубков, ну, здесь, знаете, для вас, для вас в первую очередь, чтобы вы научились любить себя, а может быть для кого-то, для кого это важно, да, вот именно в профессиональной сфере, здесь чтобы открылись ваши какие-то способности, связанные вот как-то с эмоциональным планом, что ли, я не знаю, там эмпатия, интуиция, вот как-то раскрылись, как-то так, интересная позиция, мне нравится двоечки, я, я очень рада за вас, вообще я рада всем вашим переменам, я читаю в комментарии, люди пишут, как меняются, и я помню, как вы писали, там, некоторые из вас, да, раньше, там, когда я только начинала канал, не знаю, 3-4 года, 5 лет назад, и вот я помню эти комментарии, и вижу сейчас, как действительно люди пишут уже по-другому, используют другие слова, другая энергетика, и это видно, это заметно, что вы изменились, и это очень-очень радует на самом деле, двоечки здесь прям, здесь изменились, и здесь не я сказать, в лучшую сторону, в худшую, вперед-назад, вы стали просто другими, вот здесь как-то так, ладно, позиция номер 3, значит, первые две позиции нам не показали одиночество, это вот в контексте того, что я говорю иногда, у меня темы прописаны на месяц вперед, да, у меня есть уордовская таблица, вот, в которой я пишу вместе с Олей, которая мне помогает, темы к раскладам, и у меня уже прописаны почти до, почти до конца мая, да, там где-то до 20-х числа, то есть, что я буду делать, и я просто по плану иду, да, чтобы меня это не заморачивало, и, то есть, тему какого расклада придумать, и вот я дохожу до одиночества, и я понимаю, что вот, я допустим, не актуально точно так же, как вот в прошлый расклад, я писала, да, тоже, я уж не помню, как он назывался, и вот я его записываю, он мне не идет, записываю, он мне не идет, потому что я понимаю, что вибрации не мои, энергия не моя, и кто-то мне в комментариях пишет, что Елене, да, действительно, на этот, эта тема была бы неинтересна, вот здесь вот, здесь сладкое одиночество, здесь нет вот этой вот горечи, я одна, за что, почему, нет, сейчас такой вот уровень подписчиков, кто смотрит меня, такой достаточно высокий, в плане осознанности, и поэтому вот это вот одиночество, если есть, вы уже даже, как будто бы улыбаетесь, а может быть, кто-то даже и ждет, что наконец-таки, да, есть вот это вот чувство одиночества, когда я свободна и могу что-то сделать для себя, то есть как будто бы оно идет с благодатью, не в горе, а в радость хочется сказать, поэтому первые две позиции, они были как раз-таки про это, то есть одиночество в радость, ладно, смотрим, троечки, есть ли у вас гнетущее одиночество, у троечек тоже нету гнетущее одиночество, с чем я вас поздравляю, у вас есть дикая раздражительность, дикая раздражительность, дикая раздражительность в контексте того, что надо что-то делать, надо вам сейчас каким-то образом действовать, возможно, это касается социальной жизни, либо, ну, это не касается личной, а здесь вот как будто бы, знаете, как-то проявиться, что-то сделать, с кем-то договориться, не знаю, как-то вот что-то организовать, здесь какие-то такие моменты, и человек очень раздражен, да, потому что, как-то вот все сразу навалилось, и это надо все сделать, и почему-то это только на ваших плечах, и вы немножко в такой, знаете, панике, безусловно, вы все успеете, потому что вы умеете организовывать все эти вопросы, но хочется сказать, ценой вот какого-то такого раздражения, напряги, но у меня ощущение того, что вы привыкли жить в таком ритме, безусловно, у вас возникает ощущение того, что вот я хочу, когда это уже закончится, да, я хочу вот жить по-другому, я хочу жить как-то вот в расслабленном состоянии, я не знаю, как другие, в каком-то таком дзене, но это не ваш ритм, то есть даже если бы вы столкнулись с этим, вам было бы скучно, вы очень такие подвижные, активные, поэтому это не ваш ритм, вы бы очень быстро, хочется сказать, заржавели почему-то, но здесь, в этой позиции нету одиночества, а есть вот эта вот активность, да, то есть надо, надо, давай быстрее, как-то знаете, вы едите на ногах, хочется сказать, перекусы какие-то такие, то есть нет такого, чтобы сесть по-человечески, как-то поесть, вы даже обед к себе не разогреваете, а вот как-то какой-то холодный обед, забросали в себя и побежали дальше, потому что ну так надо, потому что я не успеваю, и вот с одной стороны присутствует какая-то такая, знаете, раздражительность, а с другой стороны вы как будто бы таким образом держите себя в тонусе, вот для вас это важно, да, это некий такой тонус, это понимание того, что я живая, что я молодая, либо молодой, нету, нету, нету вот расслабленности, да, почему, может быть, кто-то и говорит о том, что я не знаю, в старости отдохну, как-то так здесь мне идет, не сейчас, вот, а в старости отдохну, а сейчас надо все успеть, сейчас вот как будто бы вот надо, надо еще вот это, там, не знаю, кого-то там в садик отвезти, еще вот это с работы взять, ничего туда какие-то бумажки отнести, там еще к родителям заехать, что-то оставить, то есть вот какой-то вот такой очень активный ритм жизни, и да, безусловно, он вас раздражает, потому что надо все успеть, а с другой стороны, ну вы всегда так живете, то есть сказать, что это вот просто один такой день, нет, ну это вот, это ваша жизнь, и вы можете на нее жаловаться, но по сути вы не хотели бы ничего в ней, не изменить, потому что вы человек, который не хочет ничего делегировать, он привык все делать самостоятельно, ну потому что здесь не про гордыню, и здесь не про эгоизм, а здесь про то, что вы так привыкли, и вам так комфортно, и это даже не про контроль, а здесь такое чувство, что вот если вы все свои дела делегируете, а что делать будете вы тогда, да, то есть вот как будто бы жизнь теряет смысл, потому что ваш смысл, он находится вот в этом движении, и даже у вас есть такое понимание, что жизнь это движение, и если я не двигаюсь, не передвигаюсь, да, то есть не в плане развития, а вообще физически, если я не передвигаюсь, если я не нахожусь в разных точках, такое ощущение, что я, ну я как будто бы не живу, то есть поэтому здесь не столь важно, чем вы занимаетесь, то есть вот именно какие у вас обязательства есть, либо обязанности, дела, которые надо выполнить, сколько сам вот этот вот принцип, что я двигаюсь, я хожу, я передвигаюсь, я еду на машине, там я не знаю, на маршрутке, вот как-то все тащу, вот это вот для вас понимание того, что так я чувствую себя живой, живым, вот это вот главный принцип, и он очень важен вам, поэтому нет, здесь одиночества нету, какой этап у вас я сейчас описала, для чего он вам дан, для чего вам дан этот этап, давайте на карту посмотреть, что я как-то так вошла в состояние, вы же все-таки Тару хотите смотреть, для чего вам дан этот этап, ну тройка сосудов здесь говорит о том, что что-то новое, что-то новое должно войти в вашу жизнь, да, вы себе наметили это новое, но здесь как будто бы, знаете, вот страхи, страхи и переживания, они могут вам создать какие-то такие преграды, что вы можете отказаться от своего желаемого, то есть есть здесь какие-то новые перспективы, да, того, к чему вы хотели бы прийти, да, либо то, что он намечается у вас на горизонте, но и одновременно есть какие-то такие, знаете, страхи и сомнения, что, а точно мне туда надо, да, а может быть не надо, и, что велика вероятность вам придется здесь для того, чтобы двинуться в этот путь, вот просто его начать, приложить очень много силы воли, силы воли, здесь есть понимание того, что на том пути, куда вы идете, да, вот этот вот этап, он, который вам дается на новое, и вы уже согласились, ощущение того, что, знаете, какой-то договор подписала, что, да, я иду в это новое, я уже договорилась, но вот правда еще есть немножко сомнения, не знаю, может быть, может рассосется, может слынуть как-то, да, это вот как, не знаю, утром просыпаешься, там, я не знаю, какая-нибудь непогода, и ты думаешь, блин, может не пойти на работу, да, там, не знаю, как-то сделают анонс какой-нибудь там на работе, что чрезвычайное положение даст погоды, и все, и вот вы сидите ждете, вот, вот сейчас, сейчас, сейчас позвоню, сейчас позвоню, сейчас мне повисят, что вот, ну, не надо идти на работу, а этого не происходит, в конечном итоге в этапе вы встаете и идете, вот здесь вот какое-то такое ощущение, что, знаете, как-то одна нога уже занеслась на этот путь, на который вам нужно идти, а вторая, она остается сзади, вот, вот, так вот колеблитесь, да, вперед-назад, вперед-назад, пойти, не пойти, и вы как будто бы ждете извне подтверждения того, что надо отказаться, ну, то есть то, что ты выбрал, это не твое, и это может быть, знаете, когда вы идете, например, к торологу, с каким-то запросом выбора, но в душе понимаете, что я не хочу это делать, и вы как будто бы ждете, чтобы торолог дал подтверждение о том, что не-не, тебе это делать не надо, вы такие, вы особо легче, хорошо, это делать не надо, я же это чувствовал, но на самом деле не так, на самом деле здесь наоборот, надо двигаться вперед, ну, то есть торолог не говорит, что двигаться не надо, нет, наоборот, двигаться надо вперед, и на этом пути, безусловно, вы в очередной раз столкнетесь с пожем сосудов, сосудов говорит о том, что нужно погрузиться очень глубоко внутрь себя и всковырнуть опять-таки вот эта вот работа, когда кто-то мне пишет о том, что сколько уже можно, да вы знаете, наша жизнь такая, мы многослойные и постоянно-постоянно работаем с собой, потому что что-то новое, мы растем, мы меняемся, что-то опять-таки новое о себе узнаем, но старые песни по-новому, кажется, что я уже это проработал, да, как-то изменился, а потом в обслову смотришь на то же самое качество и думаешь, блин, я же его проработала, оказывается нет, почему, потому что вы изменились, вы смотрите уже по-другому, если вы смотрели старыми глазами, старыми глазами вам кажется, что да, я проработала, а новыми смотрите, нет, оказывается не доработало, надо еще что-то, потом опять выросли и опять смотрите, блин, так я же это проработал, да, вы это все прорабатываете на этом уровне но вы уже на другом а на другом надо заново работать именно по-другому уже да но с тем же самыми например качествами потом опять это это дает вам рост вперед движение прыжок вышли опять-таки смотрите да блин я же уже работа до проработали на этом уровне а на этом уровне еще нет вы заново это и вот она вот такое вот спиральная пиду получается развитие поэтому снова придется погрузиться вглубь себя для того чтобы искоренить что-то что не движется что не развивается все замечательно до этого я вам говорила что вот у вас есть понимание что движение это жизнь да и поэтому вот в физическом мире очень много передвигаетесь движетесь а вот на уровне как краски сознания вы тот человек здесь четверка педагли четверка мечей которая говорит о том что глубоко в своей душе внутри вы не хотите двигаться то есть нету этого движения наоборот желание за что то зацепиться желание как-то стабилизировать желание что-то удержать не желание двигаться поэтому ты выходит вот эта тройка сосудов который говорит о том что я боюсь в новом начинании двигаться да то есть страхи настолько велики что они могут вас саботировать это почему потому что вот это вот в бессознательном своем сознании это вы понимаете что да надо двигаться и я двигаюсь и вы это делаете но когда вы погружаете свое бессознательное вы видите вот эту стабильность каких аспектах у вас есть вот эта стабильность аркан справедливости что как будто вы знаете по справедливости надо она сейчас как будто подохнуть вот не надо действовать да не надо двигаться за что вы держитесь вы как будто вы держитесь за то что знаете вот то что я говорила что путь ваш он перекрыт что есть какие-то преграды до которые не дают вам двигаться вот на вашем бессознательном есть здесь скорее всего есть какие-то убеждения на этот счет вот я не случайно сказала да про человека который утром просыпается на работу да и ждет что вот что-то отменят и придет какое-то подтверждение того что мне идти не надо здесь именно внешние какие-то факторы вы как будто вы считаете что что-то извне есть какие-то внешние факторы которые вас сдерживают которые не дают вам двигаться вперед и вот это вот препятствие да как будто бы надо преодолеть и она опять же таки как и тройка сосудов и восьмерка сосудов не кубков а сосудов это другая мать на всякий случай говорю 5 в этой колоде алхимическая она как раз таки говорит о том что вот вы все время ориентированы как-то на внешние какие-то факторы на знаки на внешние да какие-то подсказки из мне которые вам могут казаться что они вас останавливают что они вот что-то извне как будто бы не дает вам двигаться и на самом деле эти препятствия для вас действительно бывает иногда настолько велики что вы отказываетесь от своего пути и вот вот это вот какое-то такого убеждения не знаю чем она связана очень все посмотрю здесь как будто бы есть сценарий того что то что вы отказываетесь это как будто бы постоянно находите подтверждение того что по внешней мере вот этой своей мысли что эти преграды с которыми вы сталкиваетесь трудности они настолько непреодолимы что проще отказаться и вот вы за это держитесь за какую-то такую мысль и вот это вот поэтому говорится что вот вам нужно глубь погрузиться ваше бессознательное и увидеть это сценарий откуда откуда он идет почему потому что вот во внешнем мире да вы активны а внутри нет на бессознательном есть что-то что будет вам выстраивать все время преграды чтобы вы во внешнем мире получали подтверждение того что действительно это непреодолимо до чтобы вы от этого отказывались то есть вы здесь отказываетесь отказываетесь очень часто от своего пути что это за убеждение здесь может быть токан умеренности живая и мертвая вода я вам о чем-нибудь говорит о живая и мертвая вода здесь как-то знаете вы как будто бы ходите на грани жизнь и смерть жизнь и смерть движение бездействия движение отсутствие движения знаете почему я молчу просто здесь выпал к четверка сосудов который говорит о том что когда ученик готов его пути появляется учитель который дает ему работающие артефакт для освещения своего пути чтобы он дальше двигался и здесь вот это вот грани ваша как раз его убеждение да мы смотрим какое же убеждение вот как будто бы вот как-то вот подсказки вашей жизни они влияют на ваше решение с одной стороны это правильно а с другой стороны вот как будто бы может быть интерпретируете в этом я сказала на грани вы как будто вы интерпретируете вот эти вот знаки по-своему они как будто бы не с а то есть не знаю идете например по улице видите знак стоп который логично предполагает о том что человеку нужно остановиться и вы этот знак можете проинтерпретировать потому что вот подсказка о том что двигаться не нужно для что надо остановиться а на самом деле может быть эта подсказка означает о том что не то что двигаться не нужно а ты сядь передохни наполни силами и двигайся дальше я то есть может быть остановись на время какое-то да либо не нужно двигаться в этом направлении а ты посмотри может быть ты упускаешь какой-то другой путь а вы как будто бы сразу говорить себе о вот подсказка все в этом направлении те не надо все я разворачиваюсь иду в другом направлении то есть вы даже не останавливаетесь оглядеться что а в этом направлении не надо а в каком же тогда двигаться то есть не задаете вопрос вы сразу оба пойдете на по пятную то есть вот здесь такое вы как-то может быть иногда не совсем верно интерпретируете знаки он как-то здесь кажется что он не знаю на каких-то путях на каких-то дорогах да очень много обязательств и это вас как-то грузит здесь вообще говорится о том что вот вам нужно научиться выработать вырабатывать в себе силу воли она у вас есть но вы ей как будто бы не знаю вот пользуйтесь не не так как надо здесь вам надо наоборот эту силу воли прикладывать не к тому чтобы как будто бы насилуйте свое тело что не знаю насильно надо встать 6 утра там и бегать да и а я не хочу на улице снег холодно там я могу подсказать такой нет надо да вот здесь вот это вот дисциплина а здесь о другом здесь надо прикладывать как будто бы силу воли вам всегда когда вы идете вот в новое наметили себе какой-то путь и вот почему то вам все время то есть вот каких-то момент тогда вы действительно волевой человек сильный духом а вот когда надо куда-то двигаться какой-то цели вы сталкиваетесь с какими-то трудностями вы очень быстро сдаетесь что что вам нужно делать в принципе то я сказала ну ладно вообще-то расклад был про одиночество какие-нибудь подсказки здесь есть что вам нужно сделать королеву жезлов девятка жезлов и на фон эти мне хочется сказать что вам нужно здесь изменить как будто бы свои взгляды вот это вот истину который вы несете в своей душе которую несете причем из прошлого на основе своих каких-то своего какого-то опыта да вот это вот истина ваша по ярофанту она не дает вам двигаться дальше поэтому я сказала что здесь вам нужно сменить как-то свои взгляды и королеву жезлов говорит о том что наоборот надо быть более храбрым вот и не могу понять почему здесь идет такая дуальность да то есть сказать что вы трус по своей натуре нет очень отважный человек очень храбрый человек вы можете нести ответственность у других людей вы лидер вы можете быть первопроходца но есть какие-то моменты в которых вы дрейфить и в которых вы действительно боитесь и это связано именно с движением здесь вот возникает какое-то у меня противоречие я не могу понять вас я не могу понять с одной стороны вы очень активны а с другой стороны вы боитесь активности то есть ну как такое может быть я не совсем это понимаю напишите почему у меня такое вот это вот ощущение да то есть человек который там я не знаю очень активно может заниматься спортом обходить какие-то походы может быть экстримы пробовать что-то новое но вот какой-то вот банальные вещи да там я не знаю выборе как-то своего пути что-то там выбрать куда-то поехать или нет в каких-то элементарных вещах вы можете бояться причем вы знаете как здесь какой-то вот страх именно до дрожи не знаю это вот наглядно выглядит как человек который там есть на мужчина под два метра ростом до такой шкаф накачанный и вдруг он увидел там я не знаю какую-нибудь крысу мыши испугался и начал кричать и руками махать но это смешно это действительно кажется смешным почему потому что человек который там я не знаю может поднимать по 200 250 килограмм условно говоря и вдруг он испугался какой-то маленькой мышки чисто визуально это очень очень забавно и вызывает смех но и одновременно это очень печально и хочется плакать потому что не знаю вот у меня здесь с этой позиции идет вот именно такая причем вы можете мотивировать других людей на действия а сами банально как-то дрефите почему почему потому что диавол потому что это ваш урок потому что это ваш урок потому что есть много обманов по дьяволу и вы и вот это вот я говорю вот этой иллюзии здесь по иерафан то выходит что вроде бы я человек у которого есть знания человека которого есть опыт и я знаю все правильно верно в этом мире а А вот касательно каких-то моментов, вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь настолько, что это не дает вам двигаться дальше. Это вас останавливает, вы находитесь в каком-то ступоре. Здесь дьявол играет с... обманывает. Обманывает вас в вашей голове. Ладно, как-то так. Так, третья позиция. Вышла у меня вообще-то, расклад был по одиночеству. Но вот видите, как-то Роза хотела сказать саму по себе то, что она хочет сказать. Даже это самое, не в тему... не в тему расклада. Но опять же таки, у меня раньше был такой комментарий. Комментатор, который говорил о том, что... Вы знаете, Леонид, говорит, на самом деле это... Как это? Не то, чтобы не то, что вы говорите. А вот ваше состояние, ваше настроение очень сильно влияет на расклады и на нас в том числе. А в некоторой степени я могу сказать, что да, человек прав, потому что я же все-таки интерпретирую, да, и поэтому влияние есть. А с другой стороны, я вот буквально вчера узнала о том, что в каких-то прошлых своих жизнях... В этой жизни у меня есть способность, оказывается, наклонность к гипнозу. Причем не гипноз там в контексте погружения, там, я не знаю, внушения, а именно в контексте того влияния на других людей, как, знаете, вот как на некий такой магнетизм и на то, что могу вкладывать в людей какие-то новые форматы мышления, и они в это верят. Ну и тем самым идут изменения в сознании. То есть здесь гипноз, он вот как будто бы не как манипуляция, хотя это тоже может считаться манипуляцией. Вот. И помимо этого, это как раз-таки, скорее всего, это и есть тот момент, ответ на вопрос, почему иногда мне пишут о том, что, знаете, Леня, вот у вас как эта завороженная мышка, смотришь на удава, да, и находишься в некем таким гипнозе, под таким гипнозом, и вот слушала бы вас и слушала бы, да, вот это вот имейте в виду, да, влияние гипноза из магический магнетизм, из прошлых моих воплощений. К чему я? Это к тому, что второй я уже занималась. Я говорила неоднократно, что я уже занималась в своих каких-то прошлых воплощениях, поэтому в этой жизни на самом деле что-то новое для себя сказать, что я вот в этом направлении открываю, нет. Но я открываю свои старые, далеко забытые, хочется сказать, способности, я их раскрываю. И поэтому как бы я не хотела сделать расклад вот именно на ту тематику, на которую я заявляю, и именно вот знание, скорее всего, ибо здесь не знание, а опыт прошлого воплощения, в котором я уже использовала Таро, и вот эта вот вся глубина, она сама выходит через меня, она как будто бы управляет. Это не сила, я не говорю о силе, я говорю о том, что как-то какие-то вот прошлые наработки, прошлых воплощений именно в теме Таро, они так или иначе проявляются. Для меня это было, конечно же, открытием, очередной раз это услышать в плане того, что а что же я делаю тогда в этой жизни, чему я учусь, если это все открытие, либо восстановление, реактивация прошлого, моего опыта из прошлых жизней, то есть те наработки, которыми я уже владею. Вот, поэтому, скорее всего, и мои расклады отличаются так сильно от, ну, то есть традиционным тарологом меня назвать, ну, достаточно сложно. Вот, решила с вами поделиться такими открытиями. Вот, а я прощаюсь, прощаюсь с вами, пожелаю вам отличной недели, хорошего настроения, все-таки весна на улице, солнечно. Надеюсь, и у вас будет солнечно, или уже есть солнечно, тепло, побольше улыбайтесь. Получайте удовольствие от жизни, помните, что вы не одиноки, что одиночество — это просто наше состояние внутри, и оно для чего-то нам дано. Не бойтесь погружаться в любые состояния, те переживания, которые у вас есть, с одной целью — исследование. Не для того, чтобы они вас погротили, и вы ушли на дно, и они вас накрыли, эти эмоции, а для того, чтобы их исследовать, и понимать, в чем задача, в чем функция, да, что хочет донести для меня мое вот это вот, мое вот это состояние, либо моя эмоция. Очень много узнаете и откройте для себя. Прощаюсь до среды всего самого наилучшего. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...